Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я, Александр. Друзья, сегодня готовим вместе с вами лобиани. Рецепт известный, но я его буду готовить в первый раз. Поэтому жду вашей поддержки, лайки, комментарии, и начнем! Для рецепта нам понадобится мука 400 грамм, фасоль, у меня белая 350 грамм, кусочек грудинки 100 грамм, соль, будем добавлять и в тесто, и в начинку, яйцо, чайная ложка дрожжей, пару столовых ложек растительного масла, и для теста сегодня у меня вот такой вот кисломолочный мацони. Нам понадобится половина, здесь 300 грамм. Фасоль я предварительно замочил, простояла у меня всю ночь, теперь отправляю на плиту, буду варить на медленном огне до готовности. Друзья, у меня фасоль сварилась за полчаса, сейчас выключу, солью кипяток, обдам холодной водой, и потом аккуратненько почищу вот от этой верхней кожицы. Фасолька очень хорошо чистится, по крайней мере у меня. Сейчас подключу помощников, и быстро справлюсь с этой кучей. Ой, осторожно. Теперь самое время заняться тестом. Муку пересыпал в чашку побольше, щепотка соли сюда, перемешали. И вот, друзья, взял часть мацони, сколько мне надо, здесь 130 миллилитров. Отправляю сюда яйцо. И наши дрожжи. Перемешиваем, чтобы дрожжи слегка-слегка разошлись, так это назовем. И теперь заливаем сюда. Ориентируйтесь, друзья, на свою муку. Возможно, понадобится ложкой больше, ложкой меньше мацони. Сейчас посмотрим, заведем. Сюда же добавляем растительное масло, и замешиваем мягкое тесто. Вручную вымешиваем минут 10. За это время тесто становится мягкое, податливое. Я бы даже его назвал ласковое. Теперь накрываю пленкой, ну, убираю в чашку, накрываю пленкой, и даем увеличиться тесту вдвое. Ну, где-то минут 30-40, а может быть даже и час. Теперь грудинку нарезаем вот такой соломкой. Можно даже взять копченую грудинку. Тогда вкус вообще будет совсем другой, интереснее. Отправляем в разогретую сковородку и вытапливаем жир. Достаточно хорошо жира вытопилось, я вам скажу. Берем аккуратненько, постарайтесь. И заливаем фасольку, которую мы перебрали. Отлично. С грудинкой я разберусь, не переживайте. Теперь хорошо добавляем соль. И вот так вот аккуратненько, толкушечкой, все это дело перетолкем. Возьму посуду поудобнее. Начинка готова, тесто отлично подошло. У меня простояло 50 минут, видели, да? Сейчас вам покажу поближе. Теперь слегка обомнем и разделим его на три равные части. Я воспользуюсь весами. Отличное тесто. А пахнет как! Ух ты! Вот такие колобки получились по 230 грамм. Раскатываем. Тесто хорошее, не прилипает прям игрушечка. Раскатываем толщиной где-то в полсантиметра. Так, берем половину, не половину, сказал. Одну треть начинки. Да, вот так нормально. Она вкусная. На соль отлично. И такой, мне кажется, прям ореховый какой-то привкус. Все-таки фасоль хороша. Собираем. Стараемся так собрать, чтобы и воздуха у нас там внутри не было. Все это дело хорошо защипываем. И теперь аккуратно, не торопясь, вытягиваем, разравнивая нашу лобиани. Так. Можно переворачивать и потихонечку вот так вытягивать. Вот такая красота у меня получилась. Даем отдохнуть лобиани минут 10. Как раз закончу с двумя оставшимися. Кстати, можно запекать и в духовке, но мы сегодня будем готовить на сковороде. Ох ты! Обжариваем на сухой сковороде. С обеих сторон минут по 7. Ну-ка, смотрим, что у нас там. Ну, красотища! Смотрите, сразу берем кусочек сливочного масла. И вот так вот промазываем, чтобы и блестело, и вкус у нас был. Красота! Обжариваем на умеренном огне. Отлично! Лобиани, друзья, получились обалденные! Знаете почему? Потому что это уже вторая. Третья сейчас на плите. Умяли в два счета. Только глазом успел моргнуть. Вот она, лепешечка пропеклась. Фасолька вообще невероятная начинка. Такой вкус интересный. Мне очень понравилось. Тесто нежнейшее. Мацони рулит. Реально, мне очень понравилось. Думаю, что бы с ним еще приготовить. Очень нежно, вкусно, сверхъестественно. Я доволен, друзья, и вам рекомендую. Готовится легко и просто. А улетает со стола в считанные секунды. Попробую в следующий раз в духовке. Кто вперед меня успеет, пишите в комментариях, как на вкус. Рад был с вами увидеться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это нам очень и очень помогается. Кстати, поделитесь этим видео в своих соцсетях. Вот и Петя вам говорит. Делитесь и оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока.